В процессе эволюции стресс возникал у всего живого в тот момент, когда оно сталкивалось с опасностью. Стресс — это суперфункция, заложенная в нас природой, которая включает сверхвозможности человека. Мы, люди, вдруг оказались в такой ситуации, что опасность для нас присутствует постоянно. Мы активировались, а возобновить вот эти запасы своей суперсилы мы фактически не можем. Стресс-менеджмент — это про создание контролируемого стресса. С утра облился холодной водичкой, гормончики пошли, стресс пошел, ты встрепенулся. Ты вбрасываешь гормоны радости, и они потихонечку наполняют вот что-то, что снижает гормоны стресса. У нас достаточно науки, чтобы точно знать, что работает, как работает. Нам нужно только начать делать и примерять это на себя. Добрый день, меня зовут Сергей Иванов. Я блогер, марафонец, директор детского театра. По совместительству работаю в компании «Эвка». И телеграм-канал мой называется «Сергей Иванов из Эвка». Вместе со мной Дмитрий Алексеев, кандидат биологических наук. Детский писатель. Детский писатель, научный руководитель университета образовательной медицины. И телеграм-канал у него называется «Индибиом». Мы ссылочки оставим, их легко найти здесь. Здесь мы на наших подкастах пытаемся разговаривать о здоровье. Точнее, я пытаюсь задавать вопросы о здоровье. Дима мне помогает в них разбираться. Сегодняшняя наша тема – это стресс. И первое стрессовое действие, которое я предлагаю каждому из вас сделать – подписаться на этот канал, на который вы, возможно, случайно попали. Вот, если вы это сделали, приступаем к теме. Дима, вопрос – стресс. Во-первых, что это такое? А во-вторых, почему мы как человеки не были задуманы изначально с предустановленной функцией вообще вот этого безобразия в себе не иметь? Зачем он нужен? Да, смотри, у нас все подкасты с тобой про биологию и про эволюцию. Мне прям очень нравится, что мы такое прям семя сеем очень правильного мышления про то, какое тело нам досталось. И в процессе эволюции стресс возникал у всего живого в тот момент, когда оно сталкивалось с опасностью. Опасность для жизни – значит, надо убежать. Опасность не поймать, не покушать – значит, надо кого-то догнать. И, собственно, это миллионы лет эволюции, сотни миллионов лет. Соответственно, любой стресс в природе, настоящий стресс, он заключается в том, что ты просто активируешься. То есть к мышцам, например, притекает кровь, зрачок начинает лучше видеть в темноте. А ненужные органы системы, пищеварение, иммунное на это время отключаются. Это очень короткое время. Убежал или поймал, и все, отдыхаешь. И я как часто говорю, что ни одно животное в живой природе не бегает за другим животным сутками. Мы люди вдруг оказались в такой ситуации, что опасность для нас присутствует постоянно, непрерывно. Мы сейчас даже поговорим, откуда она берется. И, собственно, природно мы не созданы находиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю в состоянии опасности. Мы должны активировать себя и из этого состояния выйти, и потом снова расслабляться. То есть мы созданы для стресса, но не для... Стресс – это суперфункция, заложенная в нас природой, которая включает сверхвозможность человека. Да. Верно? То есть нам надо убегать, и чтобы мы об этом не думали, нам вбрасываются какие-то невероятные волшебные вещества. Гормоны, да, фактически. Да, они называются, пусть они называются гормонами. Ну что-то такое чудесное, которое дает нам суперсилу. То есть стресс – это на самом деле механизм включения суперсилы, который нам поможет убежать от опасности. От зверя. Так вот тогда следующий вопрос. Вроде от зверей давно бегать не надо. А почему стресса меньше не становится? Слушай, ответ на этот вопрос, он скрывается вот в этой части нашей головы, в лобной доле. Здесь находится тот участок мозга, который отвечает за наше мышление в будущее. У нас про будущее здоровье, мы тоже про это думаем, вот именно этой частью. То есть мы создаем себе некоторое видение в голове определенной опасности и начинаем пытаться ее избегать. Для человека самый постоянный, наверное, стресс для большинства людей – это социальный стресс. Мы постоянно переживаем, а как нас воспринимают другие. То есть люди – источник стресса. Люди для людей, да. У источника стресса большинство людей. Если мы обратим внимание на контент своих мыслей, мы все время просчитываем какие-то комбинации. Я ему скажу, а он мне скажет, а там, а то, а она, а он. И мы живем в очень тесном социальном окружении. У нас есть семья, работа. То есть от зверей убегать не надо, но от людей не подойдешься. Да-да-да, они стали нашей самой главной опасностью. Очень интересный пример – это публичные выступления. Если ты вспомнишь, как ты первый раз выходил на сцену, вот это вот, знаешь, страх смерти. Вот этой социальной смерти, что сейчас что-то… То есть ты себе воображаешь, что ошибешься, а на тебя смотрят, и в этот момент ты социально умер. Для нас социальная жизнь важнее, чем даже биологическая в этом смысле. Если там затронуть тему, которую вообще, наверное, мало кто осознает, понимает, что происходит в организме в нашем во время стресса, и почему он не очень хорошо влияет на наше здоровье. Вот как бы что в этот момент, когда мы переводим себя в состояние реакции на опасность, или там на людей, или на что-то еще, что происходит с нашим организмом? Как это на здоровье влияет? Вот с этого момента нам с тобой будет очень важно разделить, и в физиологии есть два разных понятия, эу-стресс и ди-стресс. Там слово стресс. Эу? Эу, да, стресс. Хороший стресс. Небольшой, короткий, положительный, и начинается, и заканчивается. И ди-стресс, когда очень много друг за другом этого стресса. Вот они два разных. Эу-стресс на самом деле полезен для здоровья. С утра облился холодной водичкой, гормончики пошли, стресс пошел, ты встрепенулся, сосуды расширились, да, ты хорошо соображаешь и так далее. Сходил, позанимался спортом, сходил на пробежку, да, вывел себя из вот этой вот коробочки привычного. Это тот стресс, который маятник позволяет качать, да, освежать вот, освежать гормональный фон, обратно насосы запускать, да, чтобы вот чувство радости чувствовать, надо себя вот туда качнуть, обратно качнуть. Да, да, да. Ну, люди йогой занимаются, да, стоят в неудобной позе, мучаются, и в ответ организм, чтобы терпеть это, вырабатывает эндорфины. Самый большой стресс, который, наверное, переживает человек, это женщина делает во время родов. Потому что боль невероятная, там, мышцы, косточки расходятся, и это самое большое количество гормонов, да, говорят даже, что это самое большое счастье, которое мужчина может испытать во время рождения, он соединен с мамой, и это самый большой в его жизни выброс этих самых эндорфинов. Дистресс – это постоянный, непрекращающийся, обычно это внешний какой-то стресс, да, или из наших мыслей. А если животных мы начинаем помещать, например, маленького грузуна, поместим в клетки, но рядом с хищником, все время будет испытывать стресс, и мы увидим, как он от этого истощается, потому что он не возвращается в состояние расслабленности. Гормоны, ну, простыми словами, шарашат, и наступает фаза истощения, да, то есть мы активировались, а возобновить вот эти запасы своей суперсилы мы фактически не можем. И мы, люди, живем в дистрессе, не только социальной, на самом деле, конечно, мы вообще много думаем о будущем, и вот эта вот наша способность представлять будущее и стресс, они очень связаны. Потому что если бы большинство людей жили в настоящем, вот в настоящем сейчас обычно, да, 99% стресса нет. У тебя все хорошо, ты в спокойном, нормальном месте находишься дома у себя в кровати, но мысли у тебя про завтра, да, про зарплату, про работу. И вот страх неопределенности, это один из самых сильных стресс-факторов, да? Ну, для современных людей, да. Когда ты это произнес на завтраке, у меня мелькнула такая очень странная вещь о том, что если это осознать, то самым естественным антистресс-движением будет в церковь надо идти. То есть, точнее так, искать какие-то смыслы, которые тебе дают ответы, что тебя ждет завтра, и чтобы этот ответ еще какой-то светлый образ желаемого этого завтра объяснял, да? Ты заранил в меня эту мысль на нашем завтраке, и я знаю, что понял, что религия и духовность, и верование, это и было некоторым эволюционным механизмом адаптации людей к стрессу. То есть, они когда-то в древности начали себе уметь представлять будущее, но там как бы очень страшно, да, непонятно что. А может быть и наоборот, они всегда это знали, да, и дальше вот как бы стресс, который появлялся, точнее потеря этого знания с эволюцией человечества, оно и начинало копить вот эти стресс-факторы, можно так сказать? Да, 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 и мы когда говорим про современную интегративную медицину, там в основе всего, если посмотреть, там есть верхушка айсберга, это наше здоровье физическое, а внизу духовность, потому что духовность, конечно, позволяет нам не волноваться. Какие бы мы ни придерживались верований, вот это вот ощущение значимости всего происходящего, осмысленности своей жизни, это, конечно, основа в первую очередь того, чтобы жить без стресса и уметь с ним справляться. Ты лекцию назвал «Стресс – это глагол». Стресс-менеджмент. Стресс-менеджмент, да. То есть, вот как бы наша работа со стрессом – это всегда какое-то действие. Так вот, почему глагол и какое действие? Ты знаешь, очень хотелось поговорить о том, что мы сейчас живем во временной промежуток, когда нужно создавать для себя, для своей семьи, для своего сообщества новую культуру, работы с высокой нагрузкой вот этого стресса, всех внешних факторов давлеющих и так далее. У нас достаточно науки, чтобы точно знать, что работает, как работает. Нам нужно только начать делать и примерять это на себя. Ну и фактически любые вот эти стресс-менеджмент истории – это про создание контролируемого стресса. То есть, стресса, который имеет начало и имеет конец. Физические упражнения, задержки дыхания, холодные обливания и так далее. Это позволяет нашей системе как бы подстраиваться под высокую нагрузку и нашей системе, в том числе и психике. Потому что психика учится переключаться между одним и другим, одним и другим. Да, подумал, плохо завтра может быть, обратно переключился, но сегодня хорошо, теплый чай, не знаю, приятная компания, беседа. И вот умение наше переключаться – это с одной стороны умение психики, с другой стороны, как мы понимаем, это физиология. И мы очень далеко в этом зашли. Мы понимаем, что есть целый, огромный, самый длинный в нашем теле нерв, вагус, который мы можем потрогать на всем его продолжении. Хочешь полезными микробами или здоровой пищей, его потрогай в кишечнике. Хочешь пением, дерганием, диафрагмой, подниманием. Хочешь просто смейся, и все равно раздражаются нервные окончания вагуса. И вагус и есть тот самый переключатель. То есть его роль в организме – помочь тебе переключиться из состояния бей-беги в состояние расслабления. Можно ли сказать, что наша гормональная система – это сложнейшая вообще просто вещь внутри нас. Но если мы говорим про стресс, то обратной стороной стресса – это состояние, когда мы испытываем радость. То есть если мы говорим про гормоны стресса, гормоны стресса – это кортизол, это адреналин, это то, что впрыскивает. Ацетилхалил – это правильно называю это. Да-да-да, то, что нас ускоряет, приводит в актив. А обратные гормоны – это то, что… Ну, то есть гормоны, которые нам радость обеспечивают. Это эндорфин, это серотонин, это дофамин, это окситоцин. И эти группы гормонов, они как поршни работают. То есть они не могут жить вместе. Это получается этот вагус – это то, что переключает. Вот этот включил, вот этот поршень, да, потом как бы начинается добавляться, допустим, эндорфинчики, он туда приключает, а этот поршень, этот вот. И она вот так работает. Можно так изобразить себе? Хорошая аналогия. Мне бы, знаешь, чего хотелось добавить. Нет, всё нормально, но вагус – это не то, что переключает, а это переключатель. Если у тебя переключатель сломан, в принципе, то кто бы его не переключал, никто не переключит. Я почему у меня такой образ родился? Потому что ты говоришь глагол, у меня сразу бег, слово действие – это бег, потому что я почти 8 лет уже бегаю. И начал я бегать в период, когда у меня длился долго этот период, где-то 3 года. Это вот такое невероятное просто состояние. Ты вообще в будущее не веришь в своё. Точнее ты так, ты точно знаешь, что у тебя в будущем ничего хорошего не ждёт в принципе. Всё, что было с тобой нормальное, оно всё в прошлом. Это вообще лишает тебя… Ну, то есть, знаешь, это такое интересное интеллектуальное и эмоциональное банкротство очень походит. То есть, а сил нету, тебе ничего не интересно, ты как до себя на работу, книжки прочитать не можешь. Так вот, я тогда начал бегать. И бег, первый год, там лето, я там сравниваю, то лето одно, там лето другое. Оно волнами было, там более пиковые какие-то. Потом ещё, вроде казалось, второе лето ещё более сложное было. Но я его уже гораздо легче проходил, потому что во втором летом появился бег. И вот бег – это как будто такое действие, ты как будто бы ногами в землю вбиваешь вот этот стресс. А потом, когда начал читать, ну и вот вообще бег как источник вот этих самых эндорфинов, получается, ты вбрасываешь гормоны радости, и они потихонечку запустят, наполняют вот что-то, что снижает гормоны стресса. Если это глагол, то какими действиями мы можем снижать вот этот дистресс, вот этот долгосрочный стресс, переключать его активность? Да, всё, что у вас вызывает напряжение, встать со стула, куда-то пойти – это уже оно. Холодовые, тепловые воздействия – это уже оно. Любые эксперименты с дыханием, задержки, гимнастика – это уже оно, потому что там возникает гипоксия и недостаток воздуха – это уже стресс. Ну, такой контролируемый стресс, потому что потом начинаем нормально дышать. Мы знаем на сегодня, что есть нутриенты, которые, ну, то есть элементы нашего питания, которые влияют положительно и отрицательно. Мы понимаем, что вот элементы западной диеты, начиная с сахара, являются такими агентами дистресса. И обратная сторона – полезные жиры, например, для омега-3 больше всего показано, она лучше всего действует на вагус для современного человека, для пробиотических добавок показано действует на вагус. Ну, мы сейчас не будем забираться с тобой в тему нашей следующей лекции, там тоже много всего интересного, что сюда еще относится. Ну, вот социализация – важная история. И мне, знаешь, еще кажется, что любая активность, в которую ты на самом деле способен полностью погрузиться, да, вот как прыжок с парашютом, ты прыгаешь с парашютом, невозможно думать о состоянии своего счета, да, ты полностью присутствуешь. И вот общение, в котором ты полностью погружаешься, момент, когда на тебя льется холодная вода с утра, ну, как бы… Нет, социализация – это именно общение с другими людьми. Общение, погружение в это общение, да, то есть лучший отдых – это смена деятельности, оно сюда же относится, да, то есть переключение, но только по-настоящему переключение. Просто интересно, как звучит-то. Вначале мы говорим о том, что люди являются источником стресса, и эти же люди могут являться источниками, которые этот стресс убирают. И вот знаешь, большая разница, ты говоришь с этими людьми у себя в голове, вот это, скорее всего, стресс будет, да, такой дистресс, а ты по-настоящему говоришь с этими людьми в открытую, искренне, совершенно другая история. Тема другая, она действительно следующего завтрака, но просто зафиксировать, как стресс влияет на наш иммунитет, что происходит в нашей микробиоте во время стресса, и из этого вытекающие антистресс-рекомендации. Понимаешь, куда я тебя подвожу, да? Даже те люди, которые активно занимаются спортом, у них бывает такой момент перетренировки. И там известная вот эта история, что в этом перетрении просто сел там на минуточку под кондиционер, сразу заболел. И это такое же происходит с человеком, который перетрудился на работе, и всё, что угодно. То есть вот этот высокий дистресс ослабляет иммунную функцию. Мы знаем, да, как это происходит. Мне очень нравится физиология, потому что физически что происходит? Жидкость в организме, то есть кровеносные сосуды, становятся уже вокруг кишечника и живущей там иммунной системы, да, то есть мы не обмениваемся... То есть происходит обезвоживание слизистой. Обезвоживание слизистой, да, физически происходит, потому что там не нужна жидкость. Сейчас вопрос выживания стоит. Да, ну там, животное может легко обкакаться в первую очередь, да, перед тем, как убегать от кого-то. Бегуны, которые первый раз выходят на дистанцию, да, они обычно все бегут к финишу, ребята в синий домик. Вот медвежья болезнь, оно тоже остаток вот этого эволюционного механизма. Там спазмы, расслабление мышцы и так далее. И значит, этот механизм просто не работает. И это яркое проявление, но в постоянном хроническом стрессе... А так как у нас в слизистой микробиоте 70% клеток иммунитета, поэтому это сразу выключает иммунитет. Да, то вся система выключается. Понятно, что это не просойдет за один раз. Понятно, что это может созревать там месяцами или даже годами, да, то есть маленький стресс, но очень долго, или чуть-чуть побольше стресса, но там в несколько месяцев. Вот эти вот пропорции нагрузки больше всего влияют. Ну и мы тоже понимаем, что стрессовые механизмы в голове, они немножечко запускают воспалительные каскады. И опять же, если они хронические, да, то есть вот те гормоны стресса, они включают воспаление, включают воспаление, включают воспаление, и хроническое воздействие гормонов стресса в целом создает некоторый воспалительный фон, и в этом воспалительном фоне мы хуже реагируем на условную заразу. То есть из этого что можно прям подчеркнуть? Первое – вода, питьевой режим, то есть важность воды, поддержание нашей слизистой, в общем, там должна быть среда, где правильные бактерии живут, и иммунитет сильный. Второе – всё, что нарушает здоровье микробиоты, даёт еду ботогенам, это провоцирует стресс. Да, и у современного человека же это всё вместе. И сахар, и новости, и взаимоотношения сложные. Связываем просто с страхом. Сахар не просто это вот там диабет и прочие какие-то, сахар ещё и на самом деле нас делает менее стрессоустойчивыми. А соответственно, всё, что добавляет здоровье туда, вот в микробиоту, тема наша следующая, оно на самом деле помогает выводить из стресса. Как пример мне нравится твой, вместо рюмки водки, хочется выпить и как-то забыться. Надо выпить кефирчик без сахара. Да, 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 да. И как раз, и тоже, кстати, это интересная история, даже про вкусы. Любые яркие, непривычные вкусы. То, что радости добавляет. Да, солёненькое, горькое, кислое, вот то, что как бы заставляет стрепенуться, это тоже небольшой такой контролируемый эустресс. И можно таким образом там что-то, голова мутная, солёный огурчик съел и как-то вот полегче. Многозадачность. Ну, то есть я об этом не думал раньше. Если бы подумал, наверное, я бы сам до этого догадался. Но вот как бы вот этот миф. Многозадачность как такое компетенция высокопрофессионального, современного, прокачанного человека. Как многозадачность связана со стрессом? А в первую очередь, что мы подразумеваем под многозадачностью? Обычно это такой навык у человека, когда он способен много вещей вести одновременно. То есть несколько проектов, несколько общений и так далее. То есть когда ты едешь на велосипеде и поёшь, это не многозадачность. Разные совершенно отделы мозга за это отвечают. Один занят кручением педалей, другой занят напеванием песни. Это не многозадачность. Многозадачность, когда один и тот же, интеллектуальный, например, отдел должен, мы думаем, кому что написать, написать письмо, переключиться в чат. И тут пришло ещё какое-то оповещение, зашёл кто-то поговорить. И вот умение удерживать во внимании такое большое количество процессов и на них реагировать, когда они только возникают, считается, что это умение многозадачность. Что происходит в мозге? Каждый раз, и у нас было в лекции отдельное упражнение про многозадачность, очень советую его выполнить. Не будем раскрывать здесь секрет. Каждый раз нужно из нашей оперативной памяти, есть такая аналогия с компьютером, выгрузить контекст, в котором мы находимся. Вот я сейчас говорю с Сергеем Ивановым, мне нужно переключиться на оператора, вспомнить, кто он такой, обратиться к нему, что-то сказать, потом его выгрузить из головы, вернуться к тебе. И вот эти вот процессы выгрузки и загрузки, они занимают время. В нашем упражнении, в лекции это прям очевидно, и каждый человек может посчитать, как быстро он может это делать. Наш мозг, и мы выживали в том, что мы всегда погружались в одну задачу. То есть мы брали что-то и спокойно это делали, доводили до конца и так далее, и так далее. Современный человек, у которого открыто, в любом случае, да, там 50 окон, 100 закладок и так далее, он пытается это все удерживать во внимании, но у него не получается. Мощности не хватает. Ну, да, коробочка маловато для этого. Говорят, что в периоде эволюции были такие существа, которые могли думать, видимо, две мысли независимо одновременно по размеру черепной коробки, но это очень было, как бы стоило очень много энергии, и период голода они не прошли. Так вот, у нас это не работает, да, но мы пытаемся это сделать, и из-за того, что очень много открытых, незаконченных задач, мы внутри начинаем переживать. И вот это вот переживание о будущем, с которого мы сегодня начинали, оно и создает этот стресс, первое. Второе, что постоянная вот эта вот процедура выгрузки-загрузки, выгрузки-загрузки, она утомляет и пропадает на самом деле радость. Любой человек, который в таком режиме пытался работать, он про это четко знает, да, мы приближаемся к вот этому выгоранию. Ухудшается память, и дальше оно, знаешь, одно цепляет за собой другое. Как это Джером Клапка Джером, там такое было. Вот это вот та самая история, что мы хуже соображаем, больше из-за этого нервничаем, еще хуже получается, еще больше задач про что-то забыли. Да, вот я хороший пример, я там одновременно переезжаю из одного дома в другой, жена болеет, и вечером у меня должен быть в 6 часов, я должен быть здесь на площадке. Ну, это не невероятно, да, там сделать, собрать вещи, убраться, это детей проконтролировать и так далее. И все, и ты забываешь, происходит какой-то сбой, ты еще больше нервничаешь, и так катишься по наклонной. Обычно приходишь в точку, как раз которая называется, и сейчас есть этот термин, выгорание, когда психика принимает решение, что вот этому парню уже как бы все, хорошее экспериментировать, да, просто его отключаем. И все вот эти механизмы поддержания радости, того самого дофамина, от чего-то, они пропадают, и все, и это просто, это знаешь, как предохранитель, да, выбило пробки, чтобы ты просто не уничтожил себя. Остановился. Мозг говорит, остановись. Да, и человек обычно там 2-3-4 месяца лежит на диване, потом начинает потихонечку вставать, и так далее. Кстати, перетренированность, такой же ровный эффект, да, когда организм, на самом деле, что происходит в мозг, говорит человеку, ты не надо, не убивай себя. Вот, и человек там тоже полгода из перетренажа выходит. То, что ты рассказываешь, это такие вещи понятные, житейские, бытовые, но когда мы работаем, вот это тоже же образ, как такой, как многозадачность в работе, я делаю, вот сейчас я в одном чате, я общаюсь в этом проекте, одновременно я пишу документ, и еще у меня открыт какой-то, не знаю, ВКС или Skype, или разговор какой-то, который я должен как-то слушать. И вот это три дела одновременно, и что происходит? Мы думаем символами, и мы думаем, ну вот как бы наше мышление символное, и мы думаем образами, да, очень просто, вот есть слово мама, нам не надо же, и мы произносим слово мама, у нас сразу такой сложнейший в голове появляется образ, что такое мама, как, как, нам книжку, книжку, если написать, инструкция деятельности мамы, это тома, но нам инструкция не нужна, потому что это слово выгружает сложнейшие образы. И вот ровно практически в каждом деле, которым мы занимаемся, есть слово, образы, слова цепляют образы, включаются наши образы, глубокий контекст весь этот восстанавливается, а беда вот современности, времени не хватает, вот чтобы загрузить, мы начинаем только в символах болтаться. Здесь поверхностно, здесь поверхностно, здесь поверхностно, и вроде как ты изображаешь из себя, что это такое многосостоточник, а на самом деле пустота, на самом деле ты себя примитивизируешь. И это вообще интереснейшая штука, что это еще, оказывается, это и есть источник стресса, поэтому простое вообще, как сказать, подсказка, вот это все закрыть, и никуда не бежать, я одним сейчас делом занимаюсь, в организации календаря не допускать себе таких вот вещей, параллельных. Ты сейчас про все про это рассказывал, про символность, и я понял, что апофеозом этой символности является GPT-чат. То есть это что-то, что автоматически подставляет символы, и это как бы осмысленно, а это просто символы, которые часто ходят друг с другом, и вот они подставляются, и мы сами представляемся… И не просто символы, а еще и большинство, то есть это же генерация знания, которая как бы консенсус общественный формирует, то есть что об этом больше всего говорят. Но ведь часто мудрость, она не заключается среди больших… Может быть, там вот знания быть потеряно. Очень в этом смысле я как ученый могу сказать, что, наверное, самое большое сравнимое с рождением детей удовольствие это вот путешествие в какой-то образ научный. Когда что-то исследуешь, погружаешь, и у тебя есть этот контекст. Обычно это происходит, причем не на рабочем месте у ученых, они куда-то спокойно идут и отключены. И вот в голове… И картинки в голове складываются. И оно появляется, да, еще не на уровне символов, а вот на уровне образа. Я очень хорошо понимаю, тексты пишутся так. Вот как бы тексты, хорошие, прям яркие тексты, они рождаются, вот когда вот сначала картинка как-то, бах-бах, там проявляются, и цвета рождаются, потом это все в слова переходит. Ты закончил вообще фантастической штукой. У меня текст был буквально… Я пост писал, не знаю, недели три назад или четыре, про благодарность. Я пост писал. Благополучие и благодарность. И вот как бы есть два слова. Благополучие, и мы стремимся всех к благополучию. Это же нормально. Есть слово благодарность. Они как-то связаны, вроде никак не связаны. Но на самом деле, в одном случае благополучение, благополучие, а во втором случае благотдавание. И вроде бы, когда мы про себя думаем, вроде как нормально что-то сделать, чтобы получить. Я хочу стать профессиональным, не знаю, спортсменом, марафоном. Я должен потренироваться. Я хочу стать, выучить какую-то, ну, знание, я должен книжку прочитать. Я хочу бизнес создать. Мне надо проинвестировать. То есть ты сначала что-то делаешь, потом получаешь. А в жизни очень часто мы вообще как бы благополучие по умолчанию воспринимаем, а как-то благодарность это как бы нас, пожалуйста, благодарите. Мы ждем благодарность. Нейрофизиология благодарности в части стресс-менеджмента как действия. Что это такое? Я расскажу, как к этому пришел. Я готовился к лекциям для лидеров, тоже про стресс. И я обнаружил, что состояние крайнего стресса, это очень похоже на картинках мозга, на вот это вот ФМРТ, похоже на посттравматический синдром, который военные получают. Это вот крайняя разобщенность отделов мозга, неспособность что-то делать. Я стал смотреть способы, которыми посттравматический синдром, не медикаментозно, какие практики показаны, исследуют и так далее. Я нашел этого потрясающего ученого, который всю жизнь, и у него там есть какая-то персональная история, он что-то в своей жизни пережил, ему было тяжело, и он через эту благодарность, таких историй очень много, есть там какие-то молитвы на разных языках народов мира, которые люди повторяют и проходят сложные жизненные ситуации, и он погрузился в изучение. И изучая это, он тоже стал делать ФМРТ, людей в состоянии благодарности, и он увидел, что в этот момент разобщенные участки мозга, человека в стрессе, который как бы развалилась личность, можно так сказать, начинает стягивать как будто к центру мозга, и вот в центре мозга находящийся ствол, скажем так, который соединяет все эти веточки и делает все осмысленным, он включается именно в тот момент, когда мы испытываем благодарность. И очень похоже по картине ФМРТ, то, что он пишет, то, что рассказывает, это очень похоже на состояние любви. И как бы уже интересная эзотерика связана с какими-то картинками мозга. Ну и дальше оказывается, что практикуя эту благодарность, мы развиваем, ну, избитое слово, некоторую осознанность, да, то есть мы начинаем скреплять эти участки мозга, больше присутствовать в текущем дне, и есть исследования, которые показывают для людей со стрессом как регулярная практика благодарности работает. Я, естественно, как экспериментатор тут же на себе это испробовал, что обнаружил. И у нас там есть задание, в конце дня 10 вещей, за которые ты благодарен. Ребятам спасибо огромное, что нас снимаете, спасибо большое, что пригласил, прям я по-настоящему благодарен, меня дождались сегодня целый час. И вот когда мы это начинаем себе проговаривать, особенно первый раз, вдруг очень сложно вспомнить, а что сегодня было 10 вещей таких, за которые я могу поблагодарить, что со мной произошло. Если ты регулярно это делаешь, ну, вот в том формате, которым я делал, я честно 100 дней подряд, каждый день записывал просто 10 вещей. То есть надо записывать, потому что забываешь к вечеру, да? Да, и я навряд ли ко всем этим 100 дням когда-либо возвращался, да, но вот этот вот момент 5-10 минутного процесса благодарности, когда ты это отмечаешь, можно делать в голове, можно записывать, все что угодно. Что происходит? Что ты не можешь найти, но вспоминаешь, и тебе все больше и больше, во-первых, начинает казаться, что у тебя вообще очень много в жизни классного, радостного, за что ты можешь поблагодарить, а дальше где-то на 4-й и 5-й день, потому что, ну, каждый вечер ты опять мучаешься, что тебе нужно будет это вспоминать, на 4-й или 5-й день ты в течение дня, ну, мозг ленивый, чтобы вечером не страдать, он начинает в течение дня. О, вот это вот на вечер возьмем, вот это вот на вечер возьмем, и ты начинаешь машинально автоматически подключать эту благодарность и радость тому, что происходит, потому что благодарность без радости вообще невозможно, да, ты благодарен за то, чему ты радуешься. Ты громкостью увеличиваешь микросигналов, которые тебе вызывают позитивные эмоции, да? И фактически, да, возвращаясь к началу нашего сегодняшнего эфира, помнишь, мы говорили, что стресс у человека, который живет в будущем. Благодарность, что делает, она тебя возвращает сюда, ты начинаешь замечать, а что с тобой происходило сегодня, что с тобой происходит сейчас, ну, и ты можешь благодарить вообще за все, да, там руки, ноги, есть теплая одежда, вот телефон не разрядился, микрофон классный, звук, камера, свет, и вот это подключается, и ты начинаешь присутствовать. И вот это вот постоянное пребывание большинство, ну, как бы, большей частью своего ресурса жизненного в будущем, ну, оно все равно произойдет, все равно произойдет не так, как ты думал, но ты можешь быть в ресурсе, когда оно к тебе придет, а можешь быть абсолютно истощенный и замученный. Давай попросим, чтобы вот прям внизу в комментариях 10, если сложно, хотя бы 3 вещи, за которые вы благодарны за сегодняшний день, просто в комментариях оставили. Нам интересно посмотреть, что с вами происходит, мы с вами общаемся, несколько тысяч просмотров у нас есть, просто напишите, что такого есть, за что вы прям благодарны сегодня. Да, в вашей жизни. В вашей жизни. Это будет классно. Да. А я, соответственно, хочу каждого из вас, кто смотрит, кто с нами в этих подкастах проводит время, совершенно искренне поблагодарить. Спасибо. Вы даете нам энергию, силы, эмоции вот собираться, делать, двигать этот проект лайками, комментариями, просмотрами, благодарностью и обратной связью своей. Спасибо вам большое, что вы есть, что откликаетесь. Дима, а тебе просто нижайший поклон за то, что ты все это замутил, сдвинул нас с точки и вот двигаешь в направлении очень правильном и нужном. Спасибо тебе большое. Принимаю. Я вот тебе говорю, и мне прям настроение поднимается. Я чувствую, что у меня вот как бы... Удивительная штука. Получается, самое простое, самое доступное, самый доступный антистресс или самый доступный антидепрессант это не сахар. Сахар, потому что самый дешевый антидепрессант, поэтому он такой популярный. Самый дешевый антидепрессант это благодарность. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи. Спасибо всей и вот здесь многочисленной и не очень многочисленной команде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok